Могла ли я знать, что после просмотра корейских дарам меня потянет на корейскую кухню? Ну уж очень хотелось попробовать. И решил я начать с самого популярного. Это с капусты кимчи. То есть с пекинской капусты в специях. Можно сказать даже практически соленой или маринованной, кому как нравится. Нам понадобится 2 кочана капусты пекинской, которую мы сначала разрезаем пополам, потом с части корня каждую еще немного надрезаем не до конца. Промываем ее, все листики хорошо смачивая водой, и промазываем солью. Соли не жалеем, потому что всю лишнюю, что не впитается, мы потом уберем. Солью промазали, сложили в миску и где-то 2-3 часа не трогаем. Через 3 часа перевернули на другой бочок и еще 3 часа. Время все вышло, капусту промыли и отложили пока в сторону. Нам сейчас нужно сделать рисовый кисель. Для этого мы берем воду, добавляем туда рисовую муку. Хорошо это перемешиваем. Также на этом этапе добавляем сахар. Можете не добавлять, если вам не нравится, но без сахара вкус не тот. Отправляем на плиту, держим 5 минут до закипания, мешаем и даем остыть, пока загустеет. Тем временем подготавливаем овощи. Я нарезаю тонкими полосочками морковку и отправляю все это в емкость. Далее беру луковицу. Лука можно взять побольше, можно поменьше. Репчатый лук мы нарезаем перьями. Если вы хотите, можете взять зеленый. Его нарезаем небольшими такими кусочками, где-то 3-4 сантиметра длиной. Дальше нам нужно подготовить имбирь. Мы его очищаем и будем натирать на мелкой терке. Имбиря берите сначала маленькое количество, дальше ориентируйтесь на свой вкус. А вот чеснока сразу можно обнарать много, для того, чтобы была и остринка, и приятный вкус. Все это отправляем в миску к овощам. Далее добавляем специи и приправу. У меня это перец и тайский соус. Все это заливаем рисовым нашим киселем. Смотрите, как он хорошо загустел. И перемешиваем. Именно в этой заправке мы будем вымачивать нашу пекинскую капусту. Мы ее после воды отжали и промазываем каждый листочек. Потом каждый качанчик откладываем в мисочку. Разравниваем все листики, аккуратненько складываем, прокладываем морковкой и луком, чтобы было вкусно и красиво впоследствии. Накрыли крышкой и оставляем на 2-3 дня в прохладном месте, но не в холодильнике. Время прошло. Капусту можно пробовать. Приятного аппетита! Продолжение следует...